МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Открытие обновленной дожки Гонору, расистый сход, ушанование переможцев профессийных конкурсов и представников працеванных династий. Сегодня у Гомеля стартовали мероприемства и примеркованные до дня працы. Нафтовое пытание на Мазырске НПЗ. Шестая нафта поступить не ранее за 4 мая. Головная спортивная падея года – зусим худка. Полымя миру других европейских гуньев пройдя по славутых мястинах нашего региона. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Открытие обновленной областной дожки Гонору и урожистый сход с подведением выников социально-экономичного развития региона. Сегодня у Гомеля началось проведение мероприемства у примеркованных до свято працы. Олег Синчеров с подробязностями. Восеяны – лепшие районы и организации Гомельской области. На областной дожки Гонору 48 назвов. Тут представники у всех без выключения сферы экономики. Причем некоторые предприемства стали переможцами областного споборница уже не в первый раз. Лепшие районы в своих категориях – Добрске и Мазырске. Яки, до речи, сегодня занесены еще и на республиканскую дожку Гонору. Представников Мазырщины на обновленный областной дожки Гонору у Вогульшмат. Региональный узел Белпошты, районное управление Гомель-Аблгаза, совгаз-комбинат ЗАРА, Диазгаз. Причем размыва не только в высоких вытворческих показчиках подчас подведения выников увеличивалась у всем. Все непросто, но коллектив со всеми задачами справляется. И у нас очень крепкая команда. И поэтому уже третий год подряд мы на областной доске почета. Поэтому в первую очередь большое спасибо нашему коллективу, крепкому, сплоченному, которому ставишь задачи и добиваешься цели. Врачистый сход – еще одна махчимость подвести выники развития Гомельщины. По широку позиций – регион, утроцеливших областей Беларуси. И уже в этом году значен рост всех основных показчиков, включающих экспорт товаров. Причем сегодня спецпартнеры, где запотребована наша продукция, пополнился еще на 12 краин. В этом году Бангладеш, Камбоджа, Саудовская Аравия, Филиппины. Уклад профсоюзов в этот процесс переоценивается тяжко. Сейчас эта организация мкнется принимать удел во всех сферах громадского и экономического жития краины. Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение – каждый день. Все должны быть нацелены на результат. Право на труд – одно из основных прав гарантированной нам Конституции Республики Беларусь. Сохранение трудовых коллективов, обеспечение интересов трудящихся в ходе смены собственника, сохранение всех социально-экономических гарантий – эти и другие задачи, которые обязаны решать профсоюзы. Завтра святочная программа у Гомеля протягнется. Во всех районах запланованы заболевальные программы. Святочный концерт с уделом городского симфоничного оркестра пройдет с 12 до 16 годин на площади Паустанне. Спортивная программа с уделом выхованцев дитяже юнацких профсоюзных школ отбудется на набережной реки СОЖ. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Тым часом у областным объединений профсоюза у сёня ушановывали працованные династы и переможца урегионального профессийного конкурса «Гомельские маэстры». Сё лето гэтая церемония пройшла у девятый раз. Подробязности – у наступном сюжете. Убачить у одной зале представников одразу 14 працовных династы можно нечасто. Но на этот раз была приемная подстава собрать их разом. У каждой из этих семей огромный працованный стаж значительно превышает 100 годов. По номинации «Гандаль» працовная династы был куновых Чижевских, представлено трьми поколениями. Причем они не только обеспечиваются жихару добруша якосными харчовыми товарами. Директор крама Вячеслав Чижевский неодноразово становился леуреатом конкурса «Лепший предпринимательник года», «Меценат года», «Лепший предпринимательник Гомельской области» у сферы розничного гандлю. Она начинается с мамы, с тещи моей, Зинаида Александровна Бавкунова. Она раньше работала еще в советское время в Добрушском райпо, потом в Гомельском райпо. С 2000 года она пошла в качестве продавца работать к нам, когда мы еще были индивидуальными предпринимателями. Также в нашей династии работают наши дети. Когда работают все свои люди, то и легче работать. Конкурс профессийного мастерства проводится с 2011 года. Тогда на сцену Гомельского областного дома профсоюзов узнялися 30 переможцев. Теперь их лик идет на сотни. Люди самых разных профессий. Слесары, токеры, медики, наставники, агрономы, выротовальники. Добрые слова за якостную працу гучать у адрес кожного из них. Сегодня до своих узнагород яны отримливают еще одну звание переможца областного конкурса профессийного мастерства «Гомельские мастеры». Вера Кузнец у сферы культуры працует больше, как 40 годов. Апошня 16 директором Гомельской пятой детячей музыкальной школы. Мне нравятся дети. Я люблю детей. Научить их прекрасному, хорошему, доброму воспитывать детей. Вот это самое любимое дело. А талантливых детей у нас в школе очень много. У нас 35 стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. У нас 18 детей награждены специальной премией областного исполнительного комитета, городского исполнительного комитета. Ежегодно у нас где-то около 30 учащихся становятся лауреатами международных и республиканских конкурсов. Олег Сентюров, Евгений Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». На Мазырске НПЗ «Чистая нафта» поступит не ранее за 4 мая. Поведомили, убил «Нафтохимия». Проблемы с неякостной сыровиной в Беларуси возникли с 17-го «Красовика». Отповедная информация поступила с Мазырского нафтоперепроцающего завода. У той же день были изроблены отповедные пробы, а от 19-го «Красовика» «Гомель Транснафта Дружба» поведомила об ситуации своим замежным партнерам. Про помпоуку нафты с повышенным утроманием органичных хлоридов у акционерным товарыствят лумашечным фактом, что ранее отповедные анализы проводились только один раз в 10 дн. 29-го «Красовика» у 17.40 у след за разделяльным снарадом почалась пропомпоука нафты, которая отповедает стандартным параметрам от российской станции «Унечо» в Беларуси. С уликом худкости и графика руху, пробыть нафты на белорусскую территорию чекается не ранее за 2 мая. У Мазыры, отповедную стандартам нафту, чекают 4 мая. Разом с тем, поколь працавать, причем на неполную могутность, будет только одна нитка нафтопровода. У другой будет находиться каля 1 млн тонн неякостной сыровины, которая ранее уже трапила на территорию Беларуси. Решение объявить в дальнейшем лесе будет пройматься позднее. Мы, конечно, в первую очередь стремимся максимально короткие сроки запустить систему, но мы должны понимать, что система, тот запуск, который сегодня все это ждут, это будет еще только начало пути, потому что система будет работать в очень ограниченном режиме, функционально ограниченном. И наша оценка максимальная, которая сможет достичь, так сказать, система в ближайшие месяцы, это 60-65% своей, грубо говоря, среднегодовой загрузки, которая была месяц-два назад нами достижима. Белпошта опубликовала график працы у майские святы. 1-го, 7-го и 9-го мая будут працавать только дежурные отделения паштовой сувязи. 6-го и 8-го мая паштовые отделения будут працавать по установленным режиме. Про режим работы можно доведаться и у кол-центра Белпошты по номеру 154. 1-го, 7-го и 9-го мая он будет працавать с 9 до 17-го дня. 6-го и 8-го мая – с 9 до 21-го дня. Субтитры и Бюро Республики. В эту субботу можно будет задать вопросы, какие тучатся оформления спадщины, складания завещаний, шлюбных договоров, очужения нерухомостей. Подробности на сайте Белорусской Натериальной Палаты. Спортсмены Гомельской области протягивают подрихтовку до других европейских гульняв, которые начнутся в Минску 21-го червяня. Как шакается, удел у них примут каля 40 представников региона. Еще 60 человек заденечены в якости факелоносцев. Веслованне бокс, велоспорт, легкая атлетика. Отбор спортсменов на европейские гульни еще не завершены, а уже зараз можно казать, что Гомельская область будет представлена в шмат яких видах. Задача одна – выиграть и стать призером. Особливо в этих видах спорту, где будут разыгрываться лицензии на олимпийские гульни, которые в наступном году пройдут в Токии. Сегодня определено 269 спортсменов Республики Беларусь, которые приказом Министерства спорта и туризма определены в состав Национальной сборной Республики Беларусь для участия в вторых европейских играх, которые будут проходить в городе Минске. Из них 40 человек – это спортсмены города Гомеля и Гомельской области. Многие из этих спортсменов уже прошли соревнования отборочные, многие уже даже прошли тестовые соревнования, которые сегодня проходят в городе Минске, на протяжении определенного времени уже идут. Для Гомельщины европейские гульни почнутся с отрымания факела. На территории региона его будут нести больше, как 60 человек – люди, которые унесли значную укладу социально-экономичное развитие в области. Маршрут пройдет по четырех городах – Турове, Жлобине, Мазыры и непосредственно Гомели. При этом у адрознении от других областей наш сценарий предугледживает наведывание славутых местинов региона. Задача – празмарафон показать у всей Европе привабность Гомельщины. Правда, одобранные на европейские гульни спортсмены в этом процессе задейничаны не будут. Для их зараз самое холодное – тренировочный процесс. Сейчас, даже если брать чисто Европу, то все девочки на хорошем уровне. Мы друг друга уже знаем. Сейчас уже, как мы говорим в своем окружении спортивном, нет проходных, да, как бы сейчас со всеми нужно бороться и все борются на равных. Уже зараз на сайте дирекции других европейских гульнив можно знайсти всю информацию об раскладе гульнив. А про то пропрацовываются варианты открытия специальных чагуночных и автобусных маршрутов с Гомеля у Минск. Такий вариант будет максимально зручным для болельщиков. У час проведения гульнив проехать по Минску на властном транспорте будет проблематично. Для комфортности, для того, чтобы люди не чувствовали какой-то сложности, лучше всего использовать именно централизованные выезды, когда автобусы будут в шаговую доступность подъезжать, когда будут экскурсоводом сопровождаться, когда их будут встречать, когда они будут проведены на арене, на свои места, и, соответственно, потом их будут встречать, и они будут благополучно добираться до дома. Поэтому максимально все заинтересованы будут стараться сделать все то, чтобы болельщику было комфортно. Спис историко-культурных каштовностей в Беларуси пополнил старожитный обрат в Аджене-Сулы. Жихары вёсок Марковича и Годичева в Гомельском районе отродили его 12 годов тому. Обрат проводят на другий день Великодня. Поводля старожитных канонов действа ведут молодые девушаты и женщины. На всех скрыжеваниях они заводят старожитные карагоды под названием танки. По дорозе до них долучаются все сельские жихары. Мясцовые веровали, что обратно помогает забеспечить обудущее нездоровье застарогу от природных стихий и добрый урожай. Вот мы идём отсюда, заводим танка и на марковище, а раньше это наши бабушки. Это Сула, понимаете, праздник добра. Это люди, как Алиси, теперь ждали Пасхи. Да ждём Пасху, а теперь потом начинаем сеять. Усягого пероликах историко-культурных каштовностей Беларуси 125 пунктов. Ваджение Сулы став 11-м обратом Гомельской области, включенным у державный спис. И опошняя информация о выпуске МНС попереживает об несприяльной метеорологической заяве. У ночи 1-го и 2-го мая месяцами по Гомельской области чекаются заморозки до нуля, минус 2 градусов. Завтра у регионе махчимые дожжи, у ночи мощные. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуске завершено. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 и Гомель. Студия Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудники Управления наркоконтроля УВД Минского облсполкома совместно с коллегами из районного отдела внутренних дел и ОМОНа пресекли канал поставки наркотических средств в Беларусь. Задержаны 10 наркокурьеров, в числе которых есть гомельчане. Согласно установленным данным, оптовым курьером наркотиков был 25-летний житель Гомеля. Поставки он осуществлял из России, крупную партию делил на мелкие для курьеров следующего звена, а те уже делали разовые дозы и закладки для потребителей. Помимо оптовика задержаны еще 9 человек из Минска, Могилевской и Гомельской областей. В их отношении возбуждено 6 уголовных дел за хранение и распространение наркотиков. В целом, за время оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более килограмма особо опасного психотропа мефедрона, а также 100 граммов гашиша, 25 грамм марихуаны и 340 таблеток МДМА. За сопротивление пограничникам Беларусу грозит лишение свободы. Инцидент произошел в пункте пропуска Камарин 28 апреля. Гражданин Беларуси въезжал в страну на личном авто. Во время оформления выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Законным требованиям пограничников он не подчинился и попытался покинуть территорию пункта пропуска. Но правонарушителя задержали. В его отношении начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. Плюс сопротивление пограничника может повлечь лишение свободы сроком до двух лет. 672 базовые за 95 килограммов рыбы в сетях. Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции задержали двух браконьеров на Припяти вблизи деревни Балажевичи. Орудовали мужчины двумя сетями общей длиной 95 метров, ловили из деревянной самодельной лодки. В сети попались 73 леща и 5 карасей. В денежном эквиваленте вред причиненной окружающей среде составил более 17 тысяч рублей. Ночь в четырехметровой яме с переломанной ногой. В Жлобинском районе мужчина в сумерках возвращался домой, не заметил вырытую яму и упал в нее. Телефона у него с собой не оказалось, и помощь пришла лишь утром вместе с родственниками, которые вышли на поиски пропавшего. Со спасателями приехали и медики. Мужчине оказали первую медпомощь, зафиксировали сломанную ногу. Из ямы пострадавшего подняли сотрудники МЧС. В Мозыре 22-летний водитель «Фольксваген Шаран» вырезался дерево и сбежал с места происшествия. Авария произошла в половине второго ночи на улице Нелидова. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выехал навстречу, затем на обочину и врезался в дерево. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Сотрудники милиции задержали его по месту жительства. В результате ДТП пострадали два пассажира «Фольксвагена». Они госпитализированы. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Закрылись сезон. В Гомельском ледовом дворце прошла церемония чествования команд хоккейного клуба «Гомель». Дружина экстралиги получила награды за победу в играх развития. Кроме того, 17 хоккеистов получили удостоверение мастеров спорта. Спортивное звание им присвоили за выступление в континентальном кубке. Напомню, что Гомель сумел пробиться в финал четырех турниров. Главное – 13 из этих 17 игроков – воспитанники клуба. По детскому хоккею в этом году медалей нет. Мы очень много молодежи делегировали в структуру национальных сборных команд и в структуре юношеской сборной, которая сейчас на чемпионате мира заняла пятое место из троя наших воспитанников. Это тоже очень приятно. И в молодежную сборную у 20 привлекалось 20 человек. Поэтому в прошедшем сезоне мы больше играли на международном уровне, скажем так. Гомельчане выиграли четыре награды первенства Беларуси по настольному теннису. Турнир проходил в Гомеле. За победу боролись юноши и девушки в двух возрастных категориях – 2007 и 2008 годов рождения. Победителями соревнований стали Виталий Дробышевский и Никан Шутов. Арсений Рященко выиграл серебром. Анастасия Фролова добыла бронзовую награду. Отчетный турнир – это главный этап отбора на первенство Европы. Из душор Гомельского района сильнейшая в Белоруссии в Минске завершилась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо. Состязались юноши и девушки 2001-2003 годов рождения. Спортсмены из Гомельского района выиграли общий зачет турнира со значительным преимуществом. В десятку сильнейших также попали из душор Гомсельмаши и Гомельская из душор профсоюзов по борьбе. У них шестое и восьмое место соответственно. С наградами вернулись представители нашего региона из юниорского первенства Белоруссии по греко-римской борьбе. Турнир принимал Могилев. Победителями соревнований стали Глеб Макаренко и Максим Бондаренко. Иван Сувалов добрался до финала, однако уступил своему сопернику и завоевал серебро. На третью ступень пьедестала почета поднимались Никита Гевросев, Илья Битеев и Илья Пономарев. В Гомеле завершилось первенство областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. По стрельбе из лука соревнования приурочили к 75-й годовщине освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Хозяева выиграли пять золотых медалей, две на счету Никиты Дубровского. Победителями также стали Дэниел Хроменков, Алина Малаева и Виктория Соловьева. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова